20 сентября в 9 часов утра на строительном объекте СУ-155 в районе улицы Борисоглебской в Обнинске бригада рабочих обнаружила труп мужчины. По словам машиниста-экскаватора, он выкапывал электрокабель, который рабочие должны были перенести в другое место. Копнув землю на глубине около метра, он увидел в ковше фрагмент человеческой ноги с мужским ботинком. Затем были обнаружены остальные полуразложившиеся останки тела погибшего. Очевидец незамедлительно сообщил о страшной находке сотрудникам полиции. В дальнейшем будет проведена судебно-медицинская экспертиза и мероприятие по установлению причин и обстоятельств произошедшего. На 101-м километре Варшавского шоссе произошло ДТП. Водитель большегрузы марки «ДАВ», двигавшийся со стороны Москвы, припарковал на обочине транспорт и отошел в магазин. Буквально через несколько минут вернулся обратно и был шокирован увиденной картиной. Под заднюю часть кузова фуры влетела отечественная легковушка. Дальнобойщик поспешил на помощь пострадавшему. После страшного столкновения молодой водитель чудом остался жив. Как рассказал владелец ВАЗ-2107 на дороге его подрезала машина. Он свернул на обочину, семерку занесло и она влетела под фуру. Парня с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой, множественными ранами ног и ушибом грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу. Еще одна авария с пострадавшим произошла на дорогах Наукограда. После полудня на улице Калужской девочка 13 лет переходила участок дороги в зоне действия пешеходного перехода. В этот момент водитель, управлявший внедорожником марки «Тойота», видимо, не успел вовремя среагировать на ситуацию и сбил девочку. По словам пожилого мужчины, пешеход шла медленно и ему показалось, что она его пропускает, после чего оба участника продолжили движение. После столкновения девочка-подростка забрала карета скорой медицинской помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Далее в череде дорожных происшествий значится авария на 98-м километре Киевской трассы. Поток транспорта, следовавший в сторону областного центра, остановился перед пешеходным переходом. Последним в потоке был микроавтобус марки «Форд», который перевозил пассажиров. В этом же направлении двигался водитель фуры «ДАВ», который слишком поздно заметил образовавшийся автомобильный затор и врезался в «Форд». От удара маршрутка проехала несколько метров. К счастью, пассажиры отделались лишь испугом. Дальнобойщик пытался затормозить. Это видно по длинному тормозному пути на асфальте. Но многотонная машина своевременно не остановилась. А вечером снова произошла авария с пассажирским микроавтобусом. По предварительной информации, женщина, управлявшая иномаркой, двигалась по улице Мира и повернула на улицу Курчатова, не уступив право приоритетного проезда пассажирскому «Пежо». Водителям и пассажирам помощь медиков не потребовалась.